Я отдам тебе сокровища, скрытые в темноте, и сокровища, спрятанные в тайных хранилищах, чтобы ты узнал, что я Иегова, Бог Израиля, называющий тебя по имени. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Привет, друзья! Друзья, сегодня я вам хочу представить Библию. Библия находится в изоляторе каменного угля и в растительных иголках, которые создают озоновый слой. Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать про Рождество Иисуса Христа. Все сейчас празднуют, ну уже не сейчас, а вчера праздновали Рождество Иисуса Христа. На самом деле Рождество Иисуса Христа это как бы неправильный праздник, потому что на самом деле Иисуса Христа зовут не Иисус Христос. Вот, в благой вести Матфея, это Новый Завет, мы видим в сносках, и ты назовешь его Иисус. На самом деле Иешуа означает Иегова спасение, а Христос Машьях означает Мессия помазанник. Итак, Иешуа Машьях. Иешуа Машьях это имя, ну Рождество которого празднует. Теперь о том, когда родился Иешуа Машьях. Об этом тоже есть в Библии. Сейчас найдем это место. Иелки, то надо ковра, то есть все раз сначала. Когда я начал все это узнавать про природу, изолятор каменного губля, ну там, изолятор молнии. Привет, друзья. Сегодня я буду говорить об имени Иешуа Машьях. Если кто не знает, кто такой Иешуа Машьях, то это Иисус Христос. Но сначала будем как бы исследовать все из Священного Писания. Вот в Библии говорится, что придет Мессия. Это в книге Даниила. Мессия придет, и что он будет убит. И все это те, кто изучал, знали. И в книге Даниила написано, что это Мессия. И получается, греческое слово, так написано в Библии, что греческое слово Мессия означает Христос. Так, то есть по-гречески Мессия означает Христос, а по-еврейски Машьях. Мешьях. Ну Машьях. И получается, если это греческое слово, то как самаратьянка могла все это знать? Вот когда Иешуа подошел к колодцу, там он встретил самаратьянку. И самаратьянка сказала, я знаю, что придет Мессия, которого называют Христом. О, постойте. Если самаратьянка знает греческие слова, или там просто вышла какая-нибудь подмена, ну, которые делали, там, переписывали Библию, они могли просто подменить, ну, чтобы сделать так, чтобы это было угодно им. Например, кто-то полюбил имя Христос больше и подумал, что лучше в Библии пусть будет Христос, ну, по-гречески, а не еврейски. И таким образом они все это поменяли. Вот, например, еще один случай. Когда гречанка пришла к Иешуа Машьях, Иешуа Машьях сказал, нет, я не буду помогать тебе. Пусть насытятся дети. А она сказала, и собаки питаются крохами, которые падают со столов. Ну, за то, что ты так сказала, твоя дочь будет освобождена от демона. То есть, гречанка сказала Господь, но не сказала, что она Христос и что Он Мессия. Хотя она была гречанка. Но почему-то самаритянка сказала Мессия, которого называют Христом. А вот, когда самаритянка позвала самаритян, они пришли и сказали, мы видим, что ты действительно спаситель мира. Что это может сказать? Это означает Иешуа. Иешуа означает спасение от Иеговы. Там имя Иешуа может говориться как Егошуа. То есть, Иегова, Иегов, Шуа. Вот так. То есть, спасение от Иегова. Это имя Иешуа. То есть, поэтому именно они сказали, что мы видим, что ты именно спаситель. Потому что Его имя спаситель. Вот. И получается, что Библия подтверждает, сама Библия подтверждает, что в ней находится ошибка. Ну, подмена. Что видно, как бы невооруженным взглядом, что там явная подмена. Так. Теперь подумаем о слове Мессия. Мессия. Мессия по-гречески означает апостол. Ну, в словаре, если посмотреть, там стоит слово апостол, а вовсе не Христос. Так. Да. Теперь подумаем. Мессия с английского читается как Мессия. Ну, Мессия. Если с английского читать на русском, получается Мессия. Ну, Мессия получается. То есть, Мессия, это не перевод, как бы, а как бы по буквам, как бы из одного языка перенесли по буквам на другой язык. То есть, с этого, ну, допустим, с английского Мессия на русский. Мессия, Мессия, Мессия. То есть, это там, то есть, в Библии не говорится, что там Мессия, а говорится помазанник. То есть, в книге Даниила говорится, что убьют помазанника, а не Мессию. Мессия означает посланный. Так. А помазанник означает помазанный святым духом. Ну, помазанный маслом, да. В нашем случае он помазан святым духом Бога. Бога Еговы. Вот. Теперь мы узнали, что и Мессия, Мессия, это вовсе не библейское слово. Ну, вот, в фильме есть, там, например, про боевиков, там, Мессия невыполнима, там, типа. То есть, это слово вообще означает командировочный. Ну, тот, кто отправился в командировку, он, как бы, является с определенным заданием, с миссией. Вот, примерно, такое означает миссия. Ну, вот. Теперь, теперь, как мы увидели, что в переводе Библии не все в порядке. Так. теперь, возьмем слово Христос. Христос. Если подумать, там получается Хрест. Ну, Крест. На самом деле, Крест это буква Т. Тенгри. Тенгри это означает собирающий или конструктор. Вот. И откуда это слово Тенгри попалось в Библии? Когда где-то 300 лет после после этих событий в Сешуамашях ученики, то есть христиане, они как бы превратились в такую сильную государственную религию, ну, как католики, да, или православные. Ну, вот. Большая религия появилась. И когда пришли гуны, гуны пришли и со своей, гуны пришли со своим этим, со своим богом Тенгри, потому что они были чурки, да, ну, чуркоязычные гуны пришли. Вот, меня зовут Нюр-гун, что означает земля гунов. Нюр-гун земля, а гун это нация. Вот. Хотя и я якут, якут это тоже означает три духа. То есть, искут неправильно написали, как, потому что я пишется, как ну, И получается, раньше тюрки, как бы, они владели всеми этими землями. вот, и у них был бог Тенгри. Вот. И этот Тенгри перешел на христианство. И перешел с ним знак Т, буква Т, Тенгри. И вот эта буква Т является Хрест. Крест. Вот этого слова Христос. Да? На самом деле не так. Он не Христос, а Христос. Откуда здесь еще появилась Христос? Христос. На самом деле это тоже как бы слово этих гунов, этих искут, искутов. трех духов это эти Христос, то есть защитник. Защитник, да? То есть это слово защитник перешел опять же в христианство. То есть само слово христианство появилось в пятидесятницу, да? Когда они получили помазание Святым Духом. То есть на самом деле в Библии не говорится, что они взяли себе имя христиане, а они взяли себе имя помазанники. То есть они помазали Святым Духом и стали помазанниками. То есть в нашем случае все христиане это все помазанники. Но почему-то они в Библии поменяли и превратились в христиан. вот точно такое же слово крещение. Ну вот крестить крестить. Вот Иоанн Креститель крестил водой, да? И к нему пришел Иешуа Машьях и он крестил Святым Духом. Ну то есть Иоанн Креститель говорил, что Иешуа Машьях придет и он будет крестить вас Святым Духом. На самом деле не он говорил не крестить а помазать. То есть Иоанн Креститель крестил водой, то есть он не крестил а помазал помазал водой, а Иешуа Машьях придет и будет вас помазывать Святым Духом. Вот что и случилось когда пришел Иешуа Машьях он помазал учеников Святым Духом. обучал и потом в 50-м они получили от Святого Духа таким образом все они стали помазанниками. Вот теперь возьмем слово Иисус Иисус Иис Уз Это тоже слово от тенгрианства Ну вот якутское слово Иис означает швея Уз мастер Ну кузнец или плотник да это это три слова являются магическими молитвами к богу тенгри а именно Иис Уз Хоростас то есть швея мастер защити вот почему-то именно вот когда вот в Рим пришли гунны вот священники побоялись и как бы и взяли этого Иисуса Христа и поменяли в Библии ну вроде похож на Ишуа Иисус Ишуа Машьях на Иисус таким образом Иисус Христос это вообще не из Библии даже это не греческое слово на самом деле там эти религия была возможно греческая поэтому они сказали что это греческое вот но это чисто мое личное мнение потому что я якут меня зовут нюр гун и поэтому я знаю что религия которую проповедуют свидетели Иегова она истинная но у них вот этих ошибок ошибок Библии очень много и они скоро будут ну как бы менять все это постепенно и еще вот условия Библия Библия это означает би били что дословно переводится как острое знание би острое били знание вот или база данных ну как переводится вот и это вы можете проверить на якутско-русском словаре например слово из слово уз слово хастас били би вот ну что еще можно сказать в слове бога говорится что бог поставил свое слово выше чем свое имя вот то есть для того чтобы люди узнали его слово он позволил людям как бы попрать свое святое имя но взамен люди узнали о его слово слове ну то есть библию и еще есть такое когда ишуа мошьях мошьях мошьяха убьют и имя его исчезнет вот это обещали ему об этом сам говорил ишуа ишуа мошьях мошьях таким образом вы еще можете уже сейчас молиться ишуа мошьяху как ишуа мошьях а не через иисуса христа для этого есть веские основания если вы будете молиться через ишуа мошьях он обязательно передаст ваши слова ягове и будет изливать на вас от своего святого духа но если вы будете упрямо молиться через иисуса христа ваши молитвы не пойдут ягове через ишуа мошьях они пойдут через сатану дьявола потому что имя сатаны дьявола означает дающий защиту вот дьявол это ангел он херувим он который дает защиту мы знаем что христос это дающий защиту то есть иисус хорстас то есть швия мастер защити защити дающий защиту вот так яшуа мошьях то есть спасение от яговы помазанник то есть на самом деле мошьях это просто помазанник на самом деле сатана дьявол тоже помазанник вот он помазанный херувим дающий защиту таким образом помазанник могут быть все то есть все христиане тоже являются помазанник то есть они не христиане они все помазанники любой кто читает библию или слушает библию и просит просит бога ягову через яшуа мошьяха и просит у него помазание то есть в итоге духа он получает помазание а все помазанники которые поднимаются на небо чтобы править 144 тысячи помазанников это неопределенные помазанники то есть они отдали свою жизнь ради имени ишуа мошьяха и ради истины ради слов ягов только те помазанники попадают в небо они они все ну то есть помазанниками могут быть все ну те кто желает попасть в небо например я не не поднимусь на небо потому что я как бы хочу жить на земле потому что земля станет рай райской землей вот я предлагаю вам посмотреть мои другие видео где я подробно рассказываю доказываю через библию что именно все растения имеют иголки для создания озона что волосы человека для омоложения вот все растения все животные имеют иголки и об этом многочисленные библейские стихи доказывает что это именно стрелы иголы вот таким образом сейчас это видео которое вы смотрите является вестями севера ну одним из вестей севера потому что вестей севера много у меня много видео и вы будете смотреть все это и узнавать все новое и новое об ягове богу боги и его его стрелах и о том что он скоро умиревается сделать на земле спасибо за внимание жив я говорит владыка господь иегова за то что ты осквернил мое святилище всеми своими гнусностями и всеми своими мерзостями я сокращу твою численность не пожалеет тебя мой глаз и я не проявлю сострадания одна треть у тебя умрет от эпидемии и погибнет от голода посреди тебя другая треть пойдет от меча вокруг тебя оставшуюся треть я развею по всем ветрам и обнажу меч чтобы он преследовал их когда утихнет мой гнев и я угошу свою ярость против них и успокоюсь и когда утолю свою ярость против них они узнают что я иегова говорил это требуя исключительной преданности и у у и у